Здравствуйте, я Саша Ана Александровна. Представлю Вашему вниманию технический опыт по методической теме, формирование учебной грамотности школьников на уроках русского языка и литературах при помощи системно-действительного подхода. Я работаю в сельском и укомплектном школьном учительнице района, которое в 2010 году стало пилотным по введению в госначального общего образования. В 2013 году нашла число 16 пилотных школ Тайского края по внедрению в год основного общего образования. В 2014 году ставшая пилотной площадкой стажерской площадкой для школ Паспелик, Муслов, Волчинского, Игоревского и Механгельского района. Передо мной, как и перед моими коллегами, встала проблема освоения новой образовательной парадигмы иных подходов, иного содержания, иного психологического менталитета в рамках введения в год основного общего образования. Передо мной определилась первостепенная траектория движения, освоение новых новаторских теорий, практик, внедрение в свою практику, практику образовательных учреждений, и новые педагогические технологии. Определилась цель моей педагогической деятельности. С начальной школы к нам приходят ребята, уже с формировавшимися умениями, учиться, сотрудничать, работать с учебной информацией. Собретая преемственность, я работая в основной школе, продолжаю развивать универсальные учебные действия. И моя основная задача в соответствии с годом основного учебного образования формировать грамотность, учебную, коммуникативную, информационную, которая в старшей школе уже станет, сформируется в компетентности. И поэтому моя методическая тема в 2013 году возникла не случайно. Ориентироваться на коммунционном пространстве не помогает драмативно-грамовая база, представленная на слайде. Согласно системе развития сквозных универсальных учебных действий, учебная грамотность формируется на основе умения учиться, которое формируется в начальной школе. Данное умение предполагается в определенном условии, чтобы ученик хотел учиться и мог это делать. Наши пятиклассники, заканчивая ступень начального общего образования, имеют соответствующий исходный уровень познавательной деятельности, что облегчает уже мне организацию усвоения новых действий. Учебная грамотность состоит из различных познавательных действий, которые направлены на получение новых знаний, новых операционных систем. Они бывают как общие, так и специфические, выполняя функцию, являясь познавательными средствами. Я приступаю к изучению новой темы, должна быть уверена, что ребята обладают себе необходимыми познавательными средствами для усвоения новых знаний. Александр Григорьевич Асмолов говорил, что задача системы образования состоит не в передаче знаний, а в том, чтобы научить учиться. При этом становление учебной деятельности обозначает становление духовно развитой личности. Чтобы достичь запланированных результатов, необходимо использовать в своей работе технологии деятельностного типа. И я, организуя образовательный процесс, применяю в своей работе технологии, направленные на реализацию системы деятельностного подхода. Суть коммуникативно-деятельностного подхода заключается в создании условий для учащихся, в которых бы они участвовали в действии, где действие этих деятельностей была бы для них значимая и связано с жизненными ситуациями. Например, на уроке русского языка в пятом классе по теме «Этикетные слова» в начале урока я им предлагаю рассказывать историю, свидетелем которой стала лично сама в магазине, где молодой человек, растолкав очередь, грубо обращается к продавцу. Сразу же встречаю живых ли в глазах детей, что вас не устраивает, почему вам хочется высказаться. И данная жизненная ситуация помогает подойти к теме урока, обозначить ее актуальность. Применение данного подхода дает свой результат. Учащиеся, проанализировав ситуацию, могут выявить проблему, поставить цель, обнаружить сферу к их знанию, которую необходимо приобрести, находят пути решения, которые позволяют решить различные проблемы. Проблемное обучение помогает мне на уроках поддерживать интерес к обучению. Так, на начале урока ребятам дается проблемное задание, для решения которых нужны новые знания. Затем они выполняют практическую работу, в ходе решения которого они находят какие-то решения выхода из возникшей проблемы. Так, например, на уроке русского языка в 6 классе, по теме «Что такое причастие?» я участнице предлагаю записать предложение «Пролетающий самолет, скрылся в облаках». И предлагаю ему определить часть речи слов «пролетающий». Ребята начинают определять, с одной стороны это глагол, с другой – влагательное, возникают вопросы, что удивляет, что вас затрудняет, какой возникает вопрос. Вот вам, пожалуйста, проблема. Положительный результат. Проблемное задание вводит в предстоящую частично поисковую исследовательскую работу, создавая психологически благоприятную атмосферу для дальнейших занятий. В течение нескольких лет я уже использую информационно-коммуникационные технологии. Они не только облегчают доступ к информации, но и позволяют деятельность сделать вариативной, интеллектуальной, групповой, но также позволяют нам на новом, более современном этапе организовать обучение, где ребенок становится уже активным деятелем. Например, на этапе закрепления, организуя работу в группах, часто использую работу с электронным приложением к учебнику. Использование электронных словарей позволяет при индивидуальной и групповой работе опять же развить познавательные и универсальные учебные действия учащихся их самостоятельно. Применение данных компьютерных технологий дает свой результат. Они позволяют повысить темп в руках, сделать в руки более увлекательными, и использование работы, например, с мультимедийными программами позволяет развивать креативное и творческое мышление учащихся и в кагнитативно-универсальные учебные действия и способствует формированию умения навыков и следовательской работы. Здоровооберегающий аспект — это предмет особенного внимания. На уроках я учу детей сочетать труд с отдыхом с целью профилактики перегруза, используя динамические паузы, следуя видам деятельности. И как результат здоровооберегающие технологии позволяют повысить мотивацию деятельности, рост эффективности учебно-воспитательного процесса, повысить качество знаний и создать, конечно, психологический благоприятный климат на уроке. Вся моя система, построенная на формировании учебной грамотности школьников, строится на комбинировании вставленных технологий. Их использование позволяет повысить качество обучения. За последние три года отмечаются стабильные результаты освоения образовательных программ. Отмечается динамика внешне-независимой экспертизы. Развивая обучающиеся способности к научной деятельности, отмечается динамика, которая выражается в росте количества победителей Олимпиад школьного и муниципального уровня. Отмечаю высокие результаты воспитательной работы внеурочной деятельности. Два года подряд мои учащиеся являются победителями Всероссийского конкурса «Юночь-тецов-жимая классика» на муниципальном уровне. Участвую в 13-м международном фестивале «Детство без границ». Мои воспитанники в номинации литературных произведений стали победителями на муниципальном уровне и международном уровне, заняв второе место. Многие исследовательские работы проекта, созданные учащиеся при моем руководстве, отмечены грамотами победителей на муниципальном уровне. Работая с детьми, понимая, что перед самой не стоит устанавливаться на достигнутом виду активную методическую деятельность в рамках школы и района, стараясь внести в личный вклад на улучшение качества образования, совершенство метода обучения и воспитания, результат своей деятельности, предоставляя региональным, муниципальным школьным уровнем в форме мастер-классов, открытых уроков и выступлений. С 2014 года являясь руководителем Школы методического объединения, в рамках тьютерской работы представила программу развития универсальных действий, и свои уроки, разработанные в логике системно-деятельностного подхода, представляя нас у компетентных учителей, как результат мои уроки выставлены на сайте Апинкро, издательство ДРАФА и информационно-назвательном портале Продъемка, систематически повышая курсы своей квалификации. В заключении хочется сказать, развивая грамотность у детей, развивая их активность, нам не стоит самим останавливаться на достигнутом, а приметь самосовершенствование. Спасибо за внимание. Продолжение следует...